Не хотелось бы мне снова впускать сюда жирную муху скуки, ту, что нанизывает головы на нитку сна и жалит глаза колючками, без ухищрений, поскольку мне как поэт упретит и полированный блеск, и хитроумный яд, и овечья шкура поверх волчьей усмешки, я расскажу вам о потаённом духе нашей горькой Испании. На шкуре быка, так называл лорко-карту Испании, часто слышишь это дуэнде. Мануэль Торрес говорил, всюду, где чёрные звуки, там дуэнде. Воистину так. Эти чёрные звуки – тайна, корни вросшая в топь, про которую все мы знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой приходит к нам главное в искусстве. Испанец, певец из народа, говорит о чёрных звуках и перекликается с гёте, определившим дуэнде применительно к погонению. Таинственная сила, которую все чувствуют, и ни один философ не объяснит. Итак, дуэнда – это мощь, а не труд, битва, а не мысль. Один старый гитарист говорил, дуэнда не в горле, это приходит изнутри, от самых подошв. Значит, дело не в таланте, а в сопричастности, в крови, иными словами, в древнейшей культуре, в даре творчества. Таинственная сила эта, которую все чувствуют, и ни один философ не объяснит – дух Земли. Каждый человек, каждый художник одолевает новую ступеньку совершенства в единоборстве с дуэнды. Не с ангелом, как нас учили, и не с музой, а с дуэндой. Различие касается самой сути творчества. Ангел ведет и одаряет, хранит и заслоняет, и предвещает. Ангел озаряет, но сам он высоко над человеком, он осеняет его благодатью, и человек, не зная мучительных усилий, творит, любит, танцует. Его стальные крылья вздымают в ветер призвания. Муза диктует, но редко, она так далеко, что до нас не дозваться. Дважды я сам ее видел, и такой изнемогший, что пришлось ей вставить мраморное сердце. Муза ценит рассудок, колонны и коварный привкус лавров. А рассудок часто враг поэзии. Ангел и муза не сходят. Ангел дарует свет, муза – склад. А с дуэнды иначе. Его надо будить самому, в тайниках крови. Но прежде отстранить ангела, отшвырнуть музу и не трепетать перед фиалковой поэзией XVIII века и монументом телескопа, где за стеклами дышит наладан истощенная правилами муза. Только с дуэнды бьются по-настоящему. Дуэнда, как звенящая стеклом тропики, сжигает кровь, иссушает, сметает уютную затверженную геометрию, ломает стиль. Это он заставил Гойю, мастера серебристых, серых и розовых переливов английской школы, коленями и кулаками втирать в холсты черный вар. Однажды андалузская певица Пастора Павон, девушка с гребнями, сумрачно-испанский дух с фантазией под стать Гойе или Рафаэлю Эль Галью, пела в одной из таверн Кадиса. Она играла своим темным голосом, мшистым, мерцающим, плавким, как олова, кутала его прядями волос, купала в мансонилье, заводила в дальние глухие дебри, и все напрасно. Пастора Павон закончила петь в полном молчании. Лишь ехидно-человечек, вроде тех пружинистых чертенят, что выскакивают из бутылки, в полголоса произнес «Да здравствует Париж!» И в этом звучало «Нам не надо ни задатков, ни выучки, нужно другое». И тогда девушка с гребнями вскочила одичалая, как древняя плакальщица, залпом выпила стакан огненной касальи и запела опаленным горлом, без дыхания, без голоса, без ничего, но с дуэнде. Она выбила у песни все опоры, чтобы дать дорогу буйному, жгучему дуэнде. И он вынудил зрителей рвать на себе одежды. Девушка с гребнями срывала свой голос, ибо знала, этим судьям нужна не форма, а ее нерв, чистая музыка, бесплотность, рожденная реять. Она пожертвовала своим даром и умением. Отстранив музу, беззащитная, она ждала дуэнде, моля счастливить ее поединкам. И как она запела! Голос уже не играл, лился струей крови, неподдельный, как сама боль. Он ветвился десятипалой рукой на пригвожденных, но не смирившихся ступнях Христа из военного Хуаном де Хуни. Приближение дуэнде знаменует ломку канона и небывалую, немыслимую свежесть. Оно, как расцветшая роза, подобно чуду, и будет почти религиозный восторг. Если свобода достигнута, узнают ее сразу и все. Посвященный по властному преображению расхожей темы, посторонний, по какой-то необъяснимой подлинности. Однажды на танцевальном конкурсе «Ферриса де ла фронтьера» Первый приз у юных красавиц с кипучим, как вода, телом вырвала восьмидесятилетняя старуха, одним лишь тем, как она вздымала руки, закидывала голову и била каблуком по подмосткам. Но все эти музы и ангелы, что улыбались и пленяли, не могли не уступить, и уступили полуживому дуэнде, едва влачившему ржавые клинки своих крыльев. Дуэнде возможен в любом искусстве, но, конечно, ему просторнее в музыке, танце и устной поэзии, которым необходимо воплощение в живом человеческом теле, потому что они рождаются и умирают вечно, а живут сиюминутно. Случается и такая поразительная вещь, когда исполнитель превозмогает убогий материал и творит чудо. Так очаровательная девушка из Пуэрто де Санта-Мария на моих глазах пела, танцуя, кошмарный итальянский куплетик «Ом Мари», и своим дыханием, ритмом и страстью выплавляла из итальянского медика упругую змею чистого золота. Дуэнде ангел и муза есть в любом искусстве и в любой стране, но если в Германии почти неизменно царит муза, в Италии – ангел, то дуэнде бессменно правит Испанией, страной, где веками поют и пляшут, страной, где дуэнде досухо выжимает лимоны зари, страной, распахнутой для смерти. В других странах смерть – это все, она приходит, и занавес падает. В Испании иначе. В Испании он поднимается. Завидев смерть, муза запирает дверь, воздвигает цоколь, водружает урну, и, начертав восковой рукой эпитафию, тут же снова принимается теребить свои лавры в беззвучном промежутке двух ветров. В руинах адических арок она скрашивает траур аккуратными цветами с полотен Чингвечэнду. Ангел, завидев смерть, медленно кружит в вышине и ткет из ледяных и лилейных слез элегию. Но дуэнде не появится, пока не почует смерть, пока не переступит ее порог, пока не уверится, что всколыхнет те наши струны, которым нет утешения и не будет. Дуэнде, мыслью, звуком и пластикой, дуэнде выверяет край бездны в честной схватке с художником. Ангел и муза убегают, прихватив компас и скрипку, дуэнде ранит, и врачевание этой вечной разверстой раны обязано все первозданное и непредсказуемое в творениях человека. Дуэнде, вселяясь, дает магическую силу стиху, чтобы кропить черной водой всех, кто внемлет, ибо обретшему дуэнде легче любить и понять, да и легче увериться, что будет любим и понят. Дуэнде влечет бездна, разверстая рана, влечет туда, где формы плавятся в усилии, перерастающем их очертаниям. Дуэнде правит и литургией Кариды, это подлинно религиозной драмой, где так же, как и в Мессе, благословляют и приносят жертвы. Вся мощь античного демона влилась в это свидетельство культуры и чуткости нашего народа, в это безупречное празднество, возносящее человека к вершинам его ярости, гнева и плача. В испанском танце и вою быков не ищут развлечения, сама жизнь играет трагедию, поставленную дуэнде, и ранит в самое сердце, пока он строит лестницу для бегства от мира. Дуэнде несет плесунью, как ветер, песок. Его магическая сила обращает девушку в самнамбулу, красит молодым румянцем щеки дряхлого гладранца, что побирается по тавернам. В разлете волос обдает запахом морского порта и дарит рукам ту выразительность, что всегда была матерью танца. Сильнее всего дуэнде впечатляет в бою быков. Здесь он борется и со смертью, готовый уничтожить его, и с геометрией строго рассчитанного действия. Если Тореру пугает публику своим безрассудством, это уже не корида, а доступное каждому бредовое занятие, игра жизнью. Но если Тореру одержим дуэнде, он дает зрителям урок пифагорейской гармонии, заставляя забыть, что сам он ежесекундно бросает сердце на рога. У всякого искусства свой дуэнде, но корни их сходятся там, откуда бьет первоисточник. Стихийное и трепетное начало дерева, звука, ткани и слова. Черные звуки, в которых теплится нежное родство муравья, с вулканом, ветром и великой ночью, опоясанным млечным путем.